На совете по инвестиционному климату острее всего был поставлен вопрос защиты предпринимателей. По мнению 17 тысяч бизнесменов в Бурятии, их попросту кошмарит. Давление, которое на сегодня есть, контрольно-надзорных органов, оно выражается в увеличении административных расследований, проверочных мероприятий, оно должно быть снижено в рамках грядущей реформы контрольно-надзорной деятельности. Отдельные просьбы бизнесменов в главе республики были похожи на крик о помощи. Помогите, чтобы бизнес не кошмарили. Хорошо. Кто? Давайте предметно, кто кошмарит. Предметно. Давайте. Предметно. Трудинспекция. Так. Пример, пример. Оштрафовали за то, что продавец, не выдали ему халат, не расписался он за халат и за верхонки. 50 тысяч штраф. И таких примеров множество. Глава республики отметил, что такую практику необходимо прекратить. На первый раз сделать замечание, а уж если не поймут, тогда нарушитель должен ответить. На трудинспекцию больше всего жалоб, больше, чем на любую другую структуру надзорной. Это действительно так. И я думаю, мы с этим сейчас адресно поработаем, на уровне Роструда. Но на оригинальном у нас уже не получается. Мы на уровне Роструда поработаем. Можете это записать и показать. Больше профилактики. Потому что есть замечания, проверяющий должен быть не палачом, а помощником. Все замечания и предложения бизнеса внесены в комплексную дорожную карту по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Бурятии на 2018 год. С одном Ирдынеев, Евгений Павлов. Новости дня.